Мы продолжаем рассказывать вам про новости индустрии. Вчерашний день отметился свежим неожиданным конфликтом, возникновение которого мало кто мог предугадать. Дело в том, что в большом бифе, где с одной стороны был Лил Драк Хилла, с другой участники Мелон Мьюзик, решили поучаствовать и Дора с Мэйби Бэйби, и они даже заняли определенную сторону. И им уже последовал ответ. В этом видео поговорим, что же случилось и откуда взялся этот биф. Также скажем пару слов про перепалку между Ели Плагом, Слет Сэвэджем и Вормгенгером, которая также имела место вчера. Впрочем, это далеко не все новости. Также появились признаки жизни от иностранного агента Оксимирона, который, впрочем, скорее расстроил своих фанатов, нежели обрадовал, и об этом мы тоже сегодня расскажем. Обсудим и другие важные инфоповоды индустрии. Что ж, давайте приступать. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 40%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Поехали! Вчера в сети появилось два интересных ТикТока. Первый – от Доры. Второй – от ее подруги – Мэйби Бейби. Оба видео – а это ТикТоки – сняты под звук диза от Рома 163-го на Лил Дрэгхила, который участник Мэдлон Мьюзик дропнул в свой телеграм-канал во время бифа с Дрэгхилом. Таким образом, две очень узнаваемые девушки индустрии практически встали на сторону Мэдлон Мьюзик в этом конфликте. Напомним, что весь сырбор начался с поста в аккаунте Fast Food Music, где анонсировали вот этот фристайл. В комментариях появился Лил Дрэгхил, который решил потроллить Форен Вэя, якобы тот носит фейковые украшения. Форен Вэй не заставил долго ждать своей ответки. Он выложил видео, где при помощи специального прибора доказывал подлинность своих ювелирных изделий. Йоу, как дела? Чё-то вчера вот весь день клип снимали. Сегодня у меня две трени по баскету. Только-только вернулся. Завтра клап-шоу. После-послезавтра тоже клап-шоу. И вот будет у меня суббота денёчек чисто глазом заняться. Вот пока всякой хернёй занимаюсь, потому что кто-то обижен на то, что я живу так, как он в своих текстах. Казалось бы, на этом биф мог бы и кончиться. Но нет. Лил Дрэгхил тоже выложил видео, но теперь он показывал, что тот же самый прибор может ошибаться. Ведь он показывает те же значения при оценке сливного бачка и при нажатии пальца. И тут случилось самое неожиданное. Переругалась буквально вся индустрия. В биф летел Оуджи Будда, который написал в своём телеграмме несколько больших постов с упоминанием Лил Дрэгхила. Также были и кружки. Что уж говорить, появился даже небольшой дисс. На стороне Дрэгхила тоже были известные люди. Например, вайперы, которые поддержали Михаила. Но и сам Лил Дрэгхил не молчал. Он записал полноценный дисс на Гришу. Кстати, старичок, я считаю, что я уже Будда. Мне дал подзатыльник облом. Да я уже Будда. Это целый трек на две минуты, где Михаил припоминает различные случаи с Буддой и Мелон Мьюзик. Например, с тем же Майотом. Понятно, что всё это в диссовой форме с оскорблениями и всем остальным, присущим этому жанру. И тут в игру влетел Рома 163, который поддержал Форенвэя и Будду. Тогда и появился тот самый дисс, который теперь Мэйби Бэйби и Дори исполняют на камеру. Моё интро слушают больше, чем весь твой альбом. В твоей жизни вообще было что-то жёстче той истории. В твоей жизни вообще есть, чем флексить, кроме кореша. Кто из вас вообще умеет читать рэп, кроме Рокета? Лил Дракхил уже успел ответить девушкам и сделал он это в своём телеграм-канале. Вот его слова. Цитата. У Дори и Мэйби Бэйби теперь есть реальный оп. Что интересно, в ТикТоке от Мэйби Бэйби можно прочитать надпись «Доживём до дня, когда мои опы не испугаются бифа». Скорее всего, здесь Виктория имеет в виду свой большой трек-дисс «Hit Em Up», который вышел три недели назад. Там девушка задисела многих персонажей индустрии, но ей пока что никто не ответил. Вчера в телеграм-канале артиста Слет Сэвэдж появилось множество интересных сообщений, которые он теперь удалил. Впрочем, интернет помнит всё. Напомним, что Слет Сэвэдж — это музыкант, который фитовал с Майотом и Оуджи Буддой. И многие сегодня называют его «Некстапом», который сможет в ближайшем будущем собрать неплохую аудиторию. И вот что он написал вчера. Цитата. И, кстати, музыка Эля Плаг не очень. В кремёрке виделся с ним. Он даже не поздоровался, хотя я сказал «Привет, бро». Подумал он круче меня. Даже не понял, кто я. Соси, Эля Плаг. «Ты типа Лил Дрэг Хилл для меня. Я просто в целом никогда не понимал типов типа молодого Платона. Условно все угорают над тобой, чел. А ты выпендриваешься, как будто это ты рэп придумал. Эля Плаг равно молодой Платон равно Лил Дрэг Хилл». В ответ на это Эля Плаг выложил вот такой скрин в своём телеграм-канале, которым дал понять аудитории, что он вообще не в курсе, кто такой Слет Сэвэдж. А чуть позже появился и ответ Эли Плагу от Форм Генгера. «Оксимирон» сообщил о переносе Тура Дольчевита на 26-й год. Он пишет, что причиной стали проблемы со здоровьем. Вот цитата. «К моему огромному сожалению, Тур Дольчевита переносится на 26-й год в связи с состоянием моего здоровья. Максимально непростое решение. Я очень надеюсь на ваше понимание. Списать на плохие продажи не получится. Во-первых, в одном из городов уже случился салдаут. Во-вторых, до старта Тура оставалось около 4-х месяцев. Видимо, этого времени Мирону оказалось бы недостаточно на восстановление. В Туре Дольчевита «Оксимирон» также должен был презентовать материал с уже анонсированного EP «Национальность нет». В любом случае, желаем артисту скорейшего выздоровления и возвращения в игру. А вот Слава КПСС объявил о своем Sigma Tour на 20 российских городов. Старт во Владивостоке, затем артист выступит в родном Хабаровске и постепенно доберется до европейской части страны. Столичный концерт запланирован в ВК-стадиум. Площадка вмещает до 7 тысяч зрителей. До этого Слава не выступал с сольными шоу в таких больших залах. Сообщается, что билеты на старте продаж будут продаваться партиями. Сейчас можно сделать бронь, чтобы получить доступ к закрытой предпродаже первых партий. Официальный старт продаж билетов 27 и 28 ноября. А на сегодня у нас все. Какая новость впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!